В следующем году в Югре, как и по всей стране, начнется отключение аналоговых телевизионных передатчиков и Россия полностью перейдет на цифровое вещание. Для его приема необходимо приобрести специальное оборудование, приставку, либо телевизор нового поколения, комплект спутникового ТВ. Расходы льготным категориям граждан в нашем округе компенсирует Центр социальных выплат Югры. В Нижневартовске уже 45 человек решили воспользоваться этой возможностью. Из них семерым отказали, поскольку они не выполнили необходимые требования. Остальные деньги на приобретение оборудования получили. О плюсах цифрового вещания в следующем материале. Люблю смотреть телевизор. Если бы не было, было бы скучно. Глеб и его младшая сестра Елизавета любят смотреть детские каналы. Это вовсе не значит, что они целый день проводят у телевизора. Но мультфильмы и образовательные программы стали неотъемлемой частью жизни современных детей. Поэтому известие о переходе на цифровое вещание встревожило семью. Мы немножко вначале расстроились, потому что это надо было менять полностью телевизор, покупать новый. А этот, получается, некуда будет девать. Но пришло нам письмо соцзащиты, где было написано, что можно приобрести цифровое телевизор, либо приставку. Что мы сделали? Мы пошли, подали документы и действительно мы купили приставку цифровую. Приставка стоит чуть больше тысячи рублей. Деньги небольшие, но возможность их компенсировать подкрепила бюджет семьи. Есть и другие плюсы. Картинка и звук телевизора стали качественнее. С помощью приставки можно просматривать видео, фотографии, даже слушать радио. Летом семья планирует пользоваться новым гаджетом на даче. По словам Юлии Соломко, проблем с получением компенсации у нее не возникло. Пока таких обращений не было, связанных с сложностью в подаче документов. В принципе, портальная форма, она простая и понятная. Вложить документы достаточно просто, подтверждающие. Мы помним, да, это чеки, где будет видно наименование товара. Это договоры на оказание услуг или акты выполненных работ. На компенсацию могут претендовать пенсионеры, малоимущие семьи, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Документы нужно выслать по почте или подать через портал госуслуг. Выплаты будут производиться до 30 июня 2019 года. Перечень характеристик, предъявляемых к оборудованию, которые можно приобрести на льготных условиях, а также необходимых для этого документов, опубликован на сайте Управления социальной защиты населения. Мария Пуртова, Елена Составова, Евгений Лоскотников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.